Реальность на канале Репортер 73. Каждый день, вечер и утром мы рассказываем о значимых событиях нашего региона. Студия Екатерина Мазуряк. Смотрите сегодня в программе. Перед лицом стихии. Паводковая обстановка, она, то есть ничего не сделаешь, она каждый год получается. То есть это в первую очередь ущерб большой населению. Ждут подъема воды и готовы прийти на помощь. Опыт, деньги и путешествия. В следующем месяце будет открытие трудового семестра. Мы направляем наши студенческие отряды, как у нас в регионе, на такие направления, как строительство, сервисные отряды, педагогические отряды. Ульяновские студенты готовы строить в любой момент. Лицедеи на лицедеи. Мы делаем наше любимое дело и за это еще получаем зарплату. А за то, что мы... И я вот совместил, получилось, что у нас сейчас театр называется театр драматической клоунады. Феерическое представление вернуло зрителей в детство. Главное назначение этой недели. В среду, 27 марта, на заседании законодательного собрания Ульяновской области, депутаты единогласно выбрали нового главу региональной счетной палаты. С подробностями назначения Антон Кузьмин. Деньги любят счет и женские руки. Обезглавленный осенью после отставки Игоря Егорова орган по надзору в сфере финансов и госзакупок перешел под начало Елены Блинковой, ранее занимавшей должность заместителя руководителя управления федерального казначейства по Ульяновской области. Ее кандидатура на должность была внесена в ЗСО губернатором. Свой первый день в новом амплуа Блинкова начала с отчета за предыдущие пять лет работы счетной палаты. Можно сказать, что счетная палата в настоящий момент качественно исполняет те полномочия, которые у нее возложены в соответствии с законодательством. Она является эффективным, результативным органом независимого внешнего государственного финансового контроля. Счетная палата Ульяновской области является одной из лучших счетных палат вообще в Российской Федерации. Глава счетной палаты избирается сроком на пять лет. План работы на 2024-й уже сформирован, поэтому в числе первоочередных задач новый председатель озвучила сохранение кадрового состава и повышение эффективности взаимодействия органа с законодательным собранием, правительством области и правоохранительными органами. Депутаты выразили единодушную уверенность в том, что новый руководитель сумеет быстро включиться в работу. Зима весной в Ульяновской области за день успела внести изменения в облик региона. Фасад дома Номинаева от ливня частично обрушился. На Императорском мосту на машины падали глыбы льда. Нарепино сдуло остановку. На улице Федерации рухнуло ограждение, и это не единичный случай падения забора. Напротив ЦУМа ветер подкосил строительные леса, которые встретились со строительной оградой. Оборванные провода, затопленные дороги, застывшие без электричества трамвая и троллейбуса. У погоды внезапно появились свои планы к середине недели. Зима ушла, но вернулась на пару дней. Восьмибальные пробки, фонтаны из-под земли, протекающие кровли – все это сопровождало жителей Ульяновской области. Еще о последствиях непогоды. Напротив Кривого дома на забор рухнули строительные леса. Чуть-чуть не на голову людям, ожидающим свой транспорт на остановке. И, кстати, видно, забор этот продолжает покачиваться. По кадрам можно заметить, забор будто парус постепенно отрывается дальше и двигается в сторону дороги. Люди шарахаются, проходя мимо. В социальных сетях сообщают, что без травм все-таки не обошлось. Металлический лист упал на ногу 14-летней девочке. Неглубокий порез, но это повезло. Упади лист чуть под другим углом. Стоит заметить, рабочие прибыли быстро, конструкцию разобрали. Была будка и нет. Если пройти чуть дальше от рухнувших строительных лесов, можно увидеть, как уличная веранда одного из баров от снега буквально сложилась. Следим за развитием событий. Павел Петриков, Алексей Юферев, репортер 73. Предрекаемый синоптиками на конец первого месяца весны паводок в регионе пока не начался. Погодные условия откладывают половодие. Жители потенциально подтопляемых районов города и области, тем не менее, находятся в тревожном ожидании. А экстренные службы используют передышку и усиленно работают над тем, чтобы весна в этом году прошла без происшествий. В районе поселка Мостовая Слобода лед со свияги уже сошел. Вода пока не сильно разлилась, но снег еще лежит. И выдержит ли река напор талой воды, вопрос пока открытый. Будет паводок или нет? В спасательном центре гражданской защиты и пожарной безопасности ответа на этот вопрос не знают. Зато знают, что спасатель, вне зависимости от погодных капризов, всегда должен быть на чеку. Сейчас личный состав находится в состоянии повышенной готовности. Численность группировки – 45 человек. Зона работы – вся Ульяновская область. В случае необходимости подключаются к ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе. Паводковая обстановка, она… То есть, ничего не сделаешь, она каждый год получается. То есть, в первую очередь, это ущерб большой населению. Например, в том году ездили мы в Новоспасское, там у одного, ну, скажем, фермера погибло там несколько десятков голов. То есть, он не успел открыть ворота, чтобы они вышли. И, ну, они просто утонули, замерзли, утонули. Сейчас задача номер один – не допустить повторения ЧП. Осадка в зазиму выпала сверх всякой нормы, поэтому подготовку к паводковому сезону начали заблаговременно. Наиболее опасные участки, как правило, в отдаленных районах области, например, в Новоспасском. В этом году там, на реке Сызранке, совместно с военными уже проводили взрывные работы. Среди других, менее зрелищных, но не менее важных ежедневных задач в этот период – расчистка русел рек, освобождение плотин из ледяного плена. Тяжелый труд, требующий специальной подготовки и недюжиной физической силы. Ездили в район поселка Шеевка, расчищали дамбу от ледяного затора и всеобразные деревянные плоты, бутылки пустые, ну, всяческий мусор. Физический труд, он всегда тяжелый. Даже когда ты бежишь сто метров, вроде кажется, что это легко, а на самом деле это непреодолимая дистанция для некоторых людей. В любой очистке, конечно же, всегда задействованы люди, но люди руками сделать ничего не могут, для этого необходимо какое-то оборудование. В помощь личному составу соответствующая материальная база – обслуженная, укомплектованная, готовая. В арсенале у ульяновских спасателей – снегоходы, вездеходы, суда, на воздушные подушки и лодки. Есть и техника более специальная, например, насосная станция. Машина двойного назначения – и пожар потушит, и воду из затопленного подвала откачает. При паводке она применяется как помпа для откачки воды, либо с каких-то помещений. То есть достаются всасывающие рукава, например, погружаются в воду в затопленный подвал. И выкачивается насосная станция, выкачивается вода, там находятся рукава на 50 метров для подачи воды из помещения куда-то наружу. В спасательном деле отчасти, как в медицине, профилактика всегда лучше лечения. Предотвратить происшествие легче, чем устранять его последствия. Здесь об этом говорят неустанно, но даже в том случае, если события начнут развиваться, вопреки всем сценариям, спасатели отвечают – мы не подкачаем. Антон Кузьмин, Сергей Рябухин, репортер 73. В Старомайнском районе 27 марта работала выездная поликлиника. Ведущие специалисты Ульяновского Минздрава организовали осмотр жителей на базе Старомайнской районной больницы. Прием взрослых провели ведущие узкие специалисты из областного центра. Также детей осмотрели специалисты Ульяновской областной детской клинической больницы. Ульяновцы могут получить миллион на развитие. Конкурс «Студенческий стартап» – часть нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». На конкурс можно представить идеи, имеющие коммерческий потенциал. Разработки по созданию новых товаров, изделий, технологий или услуг с использованием результатов научно-технических исследований. Прием заявок на конкурс «Студенческий стартап» продлится до 15 апреля. Трамваи из Ульяновска могут направить для ремонта в Ижевск. Ульяновск «Электротранс» планирует сотрудничать с Ижевским МУП и ЖГЭТ. По предварительному анализу, в Ульяновской области планируется либо создать аналогичную ремонтную базу в депо Ульяновска, либо отвезти вагоны на переделку в Ижевск. Известно, что в областном центре больше половины трамваев сегодня нуждаются в ремонте и модернизации. В феврале этого года студенческие отряды России отметили 65-летие. В последние годы движение вновь набирает популярность, охватывая практически все сферы жизни современного общества – от строительного и промышленного направлений до педагогического и сервисного. О целях, которые ставит перед собой молодежь, о взаимодействии с органами власти и о мерах поддержки студенческих отрядов расскажем далее. Студенческим отрядам в этом году 65. За это время они доказали свою необходимость и актуальность для всех отраслей экономики. Задача и региональной, и федеральной властей – поддерживать и развивать интерес молодежи к труду. В частности, выстроить качественное взаимодействие РСО с органами власти для получения своевременной помощи и поддержки. У нас есть федеральные средства, гранты, субсидии на бесплатное обучение по рабочим профессиям. То есть мы, понятное дело, выстраиваем взаимоотношения с образовательными организациями, но такая централизованная помощь координационной, может быть, Министерства образования Ульяновской области была бы полезна для того, чтобы как можно больше студентов Ульяновской области могли получить эту бесплатную вторую рабочую профессию, например. Ну и так далее. А еще плотная работа с учебными заведениями при поддержке Минобра поможет Ульяновскому отделению РСО прирасти новыми участниками движения. В следующем месяце будет открытие трудового семестра. Мы направляем наши студенческие отряды, как у нас в регионе, на такие направления, как строительство, сервисные отряды, педагогические отряды. Также мы работаем с рядом других регионов, к примеру, Анапа, куда мы направляем тоже в детские лагери наших ребят. Это позволяет им получить опыт и заработать средства. Да и сама Ульяновская область вписала свое имя в список всероссийских строек. Мирный атом МБИР ежегодно собирает в регионе по несколько сотен студентов со всех уголков нашей страны. В целом же по итогам прошлого года в Ульяновской области было трудоустроено более тысячи студентов. Мы сейчас применяем новые технологии в работе с молодыми людьми, потому что поколение у нас меняется с течением времени. И, естественно, нужно уходить от каких-то более старых рамок работы с ними. И мы с ними взаимодействуем, применяем какие-то новые технологии, тренинги. И момент взаимодействия у нас достаточно серьезный с ним. Чтобы упростить этот процесс, сделать более доступным, его нужно сконцентрировать в одном месте. Поэтому сегодня представители студенческих отрядов говорят о необходимости создания в Ульяновской области Дома российских студенческих отрядов, который смог бы аккумулировать всю внутреннюю и внешнюю работу организации. Ульяновский педагогический вуз расширяет возможности будущих выпускников. Кроме чисто педагогов здесь обучаются будущие социальные работники, журналисты и юристы, управленцы, биологи. Последние в наше время весьма востребованы. Например, региональный Минздрав видит в УЛГПУ кузницу кадров для своих учреждений. И если раньше будущим специалистам приходилось ездить на учебу в Самару, отныне всему научат в родном областном центре. Елизавета Зиновьева продолжит тему. Чтобы освоить профессию медицинских биологов, выпускники школ до недавнего времени ездили в другие регионы. Теперь все изменится. В УЛГПУ появится новая специальность. В университете располагается научно-исследовательский центр, который занимается исследованиями в области кожных новообразований. Готовятся специалисты. Однако для работы в сфере медицины этого недостаточно. Мы обсуждали с Алисей Юрьевной вариант, когда мы программу профессиональной переподготовки встраиваем в программу магистратуры. Соответственно, с определенными партнерами, которые являются университетами медицинскими. И надеюсь, что в таком варианте мы будем в том числе готовить специалистов для области медицины для нашего региона. Кадровый дефицит касается работников клиникодиагностических специальностей. Поэтому соглашение с педагогическим университетом не единственное. У нас заключены два соглашения. С Ульянским государственным университетом по обучению медицинских специалистов и С Ульянской государственной сельхозакадемией по обучению лаборантов и биологов для работы в последующем клиникодиагностических лабораториях. При университете работает лицей, в котором есть класс с естественно-научным уклоном и сеть психолого-педагогических классов. Его выпускники могут освоить профессию в ЛГПУ для работы в регионе или за его пределами. Обучение планируется начать с сентября. Елизавета Зиновьева, репортер 73. Новый день перенес неожиданные вести об изменениях в руководящем составе региона. 28 марта в отставку по собственному желанию отправлен министр здравоохранения области Олеся Колотик-Каменева. Как утверждают близкие к медицинскому сообществу, источники причиной скорого увольнения могли стать накопившиеся вопросы в области кадровых решений, финансовых показателей больниц, а также закупки льготных лекарств. На площадке общественной палаты еще с прошлого года начал рассматриваться вопрос по крайне выраженному недофинансированию отрасли кардиохирургии. Это флагманская отрасль, по ней меряется вообще качество медицины в регионе. Наверное, самая большая проблема – это отсутствие команды. Нет сплоченного коллектива, нет, скажем, во многих отраслях нет квалифицированных кадров. В частности, я могу сказать, что это в области закупок. В своей должности Олеся Колотик-Каменева успела проработать около полугода. Сейчас роль главы ведомства временно будет исполнять заместитель министра Мария Шалягина, прежде работавшая главным врачом детской городской больницы. В этом году в Ульяновске отремонтируют дороги на шести улицах. На этом в бюджете заложено 514 миллионов рублей. В году минувшем ремонт состоялся на 13 улицах. При этом депутаты областного центра посчитали контроль за качеством ремонта несоответствующим требованиям нормативов. В итоге профильное ведомство обязали предоставить информацию по объектам, где обнаружились гарантийные недостатки. Далее коротко расскажем, что для безопасности на наших дорогах делается сотрудниками ГИБДД. С 18 по 24 марта на территории Ульяновской области задержаны 34 водителя за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, в том числе 8 водителей за повторное нарушение. Всего сотрудниками ГОСА в текущем году выявлено 339 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствия на состоянии опьянения. В том числе 55 водителей были задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отметим, что водителей, которые систематически управляют транспортными средствами без прав с 2022 года, усилена уголовная ответственность. А если за рулем оказался автовладелец, его ждет и конфискация автомобиля. Сотрудники ГОСА вместе с представителями РЖД и Дирекцией безопасности дорожного движения провели профилактическую акцию «Внимание! Переезд». За прошедший 2023 год на территории Ульяновской области на железнодорожных переездах произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых 3 человека получили травмы. В остальных ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В текущем году зарегистрировано одно подобное ДТП без пострадавших. Главная причина ДТП на переездах – нарушение правил дорожного движения. Во время проведения акции сотрудники контролировали движение потока, провели профилактическую беседу с водителями и вручили памятки. В Лаишевской средней школе сотрудники ГОСА и Дирекции безопасности дорожного движения провели урок дорожной безопасности в школьных автобусах. Детям рассказали о правилах поведения в салоне и перехода дорог, значении знаков и сигналов светофора. Школьники получили световозвращающие браслеты, а с водителями автобусов провели разъясняющую беседу, проверили документацию и техническое состояние транспортных средств. Он сказал «поехали» и махнул рукой. В этом году наша страна отмечает 90-летие со дня рождения первого космонавта, героя Советского Союза, летчика-испытателя Юрия Алексеевича Гагарина. Ульяновск не остался в стороне. В квартире музея семьи Ульяновых развернулась выставка «Наш Гагарин», где посетители могут познакомиться с уникальными фотографиями и документами, иллюстрирующими жизнь первого космонавта. Но и это еще не все. Выставочное пространство стало площадкой для встречи с интересными людьми, которые делятся с посетителями музея своими историями об авиации и космонавтике. Первым гостем проекта стал летчик-испытатель Ульяновского авиазавода Николай Кораблев. Для детей именно нашего поколения, точнее их поколение, которые идут за нами, эти выставки необходимы, просто необходимы. Потому что в наше время, когда я еще был маленьким, мы все хотели быть космонавтами, летчиками и так далее. Сейчас, к сожалению, дети немножко теряют вот эту взаимосвязь, и для них таких выставок и таких вот вещей надо проводить гораздо больше. Эстафетную палочку подхватили литераторы, авторы Ульяновской авиационной энциклопедии. Они рассказали о том, как она создается, в чем особенность региональной энциклопедистики, кто из знаменитых краеведов работал над изданием. А еще со страниц энциклопедии читатели могли узнать историю следующего гостя. Им стал Олег Александрович Лосев, начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Ульяновского аэроклуба ДОСААФ. В аэроклуб меня притащил друг, притащил их прям за ручку. Мы с ним вместе вдвоем увидели прыжки парашютные в городе. Показательные прыжки тогда аэроклуб спортсмены выполняли. Мы увидели, здорово, интересно. Ну, я посмотрел и все, а он посмотрел, пошел в аэроклуб, начал прыгать с парашютом. А потом подтащил меня за ручку, привел, сказал, давай, мне понравилось тебе тоже. И действительно понравилось с тех пор в активе Олега Лосева более 10 тысяч прыжков, звание абсолютного чемпиона ВДВ, чемпиона СССР, чемпиона России и Европы. А еще он шестикратный рекордсмен мира. В парашютном спорте существует примерно, можете представить, сколько дисциплин? 39. 39 дисциплин. Когда я прыгал, начинал еще и прыгал, было 4 всего дисциплины. Сейчас 39 различных. Ваша дисциплина, наверное, сейчас входит в классический парашютный спорт. Это классика, да, классический парашютный спорт. За исключением групповая агроматика, она как была, так она и осталась сейчас. Больше часа дети слушали увлекательные, интересные истории из жизни парашютистов. А главное, можно сказать, получили инструкцию, как сделать первые шаги в освоении авиационных видов спорта. Аэроклуб – это начало-начал для тех, кто хочет заниматься авиационным видом спорта. Каким-либо авиационным видом их несколько. У самых внимательных посетителей возник логичный вопрос, как связаны между собой космос и парашютный спорт. Ответ очевиден. Первый шаг в космос начинается с первого шага в небо. В подтверждение этих слов удостоверение Юрия Алексеевича Гагарина, согласно которому ему приказом главкома ВВС присвоено звание инструктора парашютно-десантной подготовки. Любовь к искусству через поколение. В Ульяновском музее изобразительного искусства открылась выставка картин известного художника Льва Николаевича Нецветаева. Серию работ также дополнили творения его дочери Ольги и внучки Елизаветы. Об идее экспозиции и о своем творчестве династия художников поделилась с нашим корреспондентом. Подробности смотрите в следующем сюжете. На протяжении долгого времени искусство шло рука об руку с человеком. Оно отражало не только конкретный исторический период, в котором жил создатель творения, но и общее отношение человека к происходящему. Сегодня же человек по-прежнему нуждается в передаче своих эмоций через творчество. А это значит, что искусство продолжает жить, особенно в тех семьях, где любовь к нему передается через поколения. У Льва Николаевича Нецветаева регалий и званий много. Почетный архитектор России, поэт-лауреат Пушкинской медали. Но для самого художника главное, что он отец и дед. На выставке его работам пришлось постесниться ради творений младшего поколения. И такое решение вполне осознанное. Внучка Елизавета кончила Суриковски прекрасно, с отличием. И, как говорится, в нашей компании возник новый художник. К сожалению, ее мамочки нет два года. Но вот втроем... Втроем возможно все. И для самой династии художников в работах главное передать три разные взгляда на мир, видение и чувствование разных поколений. Вот эта выставка, наверное, как никакая другая, отражает то, что и представляет собой настоящая российская семья. Творческая семья, семья, которая посвятила себя действительно Ульяновской области и российской культуре. Входящие в зал удивляются разнообразию красок на работах художников. Лев Нецветаев представлен портретами и пейзажами, полотнами на исторические сюжеты. Творческие работы внучки Елизаветы монументальны по размерам, но движение жизни передают бытовые детали. Здесь представлены две серии, выполненные карандашом. Вот дипломная моя серия, посвященная набережной Белого Яра. И еще одна карандашная серия, тоже посвящена Белому Яру, там с включениями туши. И одна работа, черно-белая, тоже выполнена тушью и черной ручкой, посвященная моей матери. На мои мотивы повлияло то, что я все свои каникулы проводил в Ульяновске, а не в Москве. И в частности на даче в Белом Яре. Поэтому так и получилось, что все представленные серии были созданы там. Поражают своим колористическим разнообразием работы Ольги Нецветаевой, выполненные в технике лоскутного шитья. Сказочный мир художницы, сотканный из ярких, а порой и приглушенных фрагментов, удивителен и каждому по-своему понятен. Поставленную задачу династия художников выполнила. Каждое творение отражает эпоху и эмоции, выделяя новые неизменно традиционные взгляды на жизнь. Екатерина Горбачева, Юрий Тимонин, репортер 73. 18-й по счету фестиваль лицедей подошел к концу. По традиции Международный день театра завершил программу проект «Встречи для талантливых зрителей». И его гости – актеры театра драматической клоунады из Санкт-Петербурга «Лицедеи» с постановкой «Ай-яй-яй ревю». Первый и единственный в России театр в жанре клоунады – лицедеи, основанный в 1968 году, сегодня известен по всему миру. Их искусство прошло сквозь время, а атмосферу постановок ощутила на себе не одна тысяча зрителей. Мы делаем наше любимое дело, и за это еще получаем зарплату. А за то, что мы... И я вот совместил, получилось, что у нас сейчас театр называется театр драматической клоунады. И мы сейчас находимся в драматическом театре здесь, имени Гончарова. Это удивительно, вот все сплелось. Клоунада – это тонкий и чистый юмор, неограниченный полет фантазии, умение видеть прекрасное в простых вещах. И, самое главное, умение показать безграничную любовь к жизни. Есть поэзия у нас, философия. Не просто так, а люди смеются, а потом приходят домой. А ты знаешь, он имел в виду-то совсем другое. И мы трогаем за сердце, за душу, что и сейчас в этом мире. Да это всегда нужно. Популярный спектакль «Ай-яй-яй-ревью» в равной степени обращен как к взрослым, так и к юным зрителям. Возвращаем взрослых в детство хотя бы на два с половиной часа, чтобы они вспомнили в такой мир, когда все несется вокруг, все трясется, все такие трагедии, все. И мы их заставляем вспомнить, что они тоже были детьми. И они все становятся, бабушки становятся маленькими девочками, дедушки маленькими мальчиками. Такое искусство по-своему особенное и достаточно непростое. Попробовать себя в нем может не каждый. Сами артисты под клоунады понимают не просто аспект коллективного творчества, а способ существования на сцене. Вот если у тебя есть эта острота внутри, характерность острая, скажем так, то, ну, хорошо. Тогда тебе можно попробовать свои силы. Вот оттуда берется образ, изнутри, от себя. Отдавать всего себя искусству и людям – такой главный девиз артистов лицедеи. Благодаря ему эти яркие, по-своему самобытные творцы положительных эмоций снискали уважение и любовь зрителей во всем мире. Внимание! До конца марта в медицинском центре «Консилиум» исследование ФГС плюс тест на хеликобактер, плюс консультация гастроэнтеролога. И все это по одной фиксированной приятной цене. Также снижена стоимость на такую процедуру, как колоноскопия. «Консилиум» на связи. 8422-748-748. Город Ульяновск. Улица Водопроводная, 4. Дни здоровых сосудов и сердца в медицинском центре «Консилиум». Внимание! До 31 марта 2024 года. Консультация флеболога с УЗИ артерий и вен нижних конечностей плюс ЭКГ вместо 2200. Всего 800 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». 9 месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. Субтитры создавал DimaTorzok Поделитесь новостью по телефону 304073 или в наших соцсетях. По номеру 304173 заказывайте ролики, сюжеты, объявления и бегущую строку. Смотрите нас в эфире, ВК-видео и на других медиаплатформах. Подпишитесь в Телеграм, ВКонтакте или Одноклассниках и будьте в курсе реальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова